Доброе утро, дорогие друзья и все те, кто сегодня смог прийти в общественную палату, и те, кто смотрит сейчас нас в трансляции, которая идет и на сайте общественной палати, и в социальных сетях фонда президентских грантов. Вообще, стало хорошей, доброй традицией, что мы каждый год собираемся в общественной палате, начиная с 2017 года, мы каждый год проводим именно большой такой семинар, развернутый о том, как проходит грантовая кампания, рассказываем здесь, на этой площадке, в этом самом зале, опять же с видеотрансляцией, поэтому, конечно, то, что это уже происходит третий год, это тоже очень хорошо, и, конечно, наверное, семинар каждый раз строится немножко по-разному, потому что первый год мы просто рассказывали о нововведениях, потому что тогда фонд только был создан, и многое поменялось. Сейчас правила уже в некой степени устоялись, и мы стараемся не менять без особой надобности практически ничего в конкурсном механизме, именно для того, чтобы сохранять определенную преемственность. И вот как раз о том, что нас ждет, и какая определенность большая в части грантов возникла, мы сегодня тоже расскажем, поэтому, конечно, начать хотелось бы с того, с чем мы подошли к нашему очередному конкурсу. Фонд был создан 3 апреля 2017 года, то есть ему еще нет двух лет, за эти неполные два года мы провели 4 конкурса и суммарно поддержали 6 786 проектов на 14,5 миллиардов рублей. Объем поддержки для некоммерческого сектора нашей страны беспрецедентный, потому что до этого никогда в таких объемах грантовая поддержка не выделялась, ни на уровне федеральном, ни на региональном, не складывая федеральный-региональный уровень. Понятно, что с учетом некой трансформации грантового механизма нам необходимо было объяснять, что происходит с системой президентских грантов, как получить президентские гранты, в чем основные ошибки при подаче заявок. И этому было посвящено 208 мероприятий, которые мы провели в 84 регионах нашей страны, то есть мы во всех, кроме одного Чукотки, до которой, думаю, мы все равно в этом году доберемся, и суммарно почти 35 тысяч человек приняло участие в этих семинарах. То есть это довольно-таки серьезный охват, который тоже дал свои результаты. Вот я об этих результатах сразу скажу на следующем слайде. Если вы видите, это вообще очень интересный слайд, потому что он очень о многом говорит. Это слайд результатов конкурсов прошлого года. Ну, один из самых важных элементов на этом слайде, это то, что суммарно нам было на конкурсы, два конкурса прошлого года было подано и было в итоге допущено после проверки на соответствие условиям конкурса, это 17 385 заявок, то есть чуть более 17 тысяч заявок. В реальности их было подано больше, но часть была не допущена до экспертизы. Так вот, по итогам было поддержано 3573, это 21% от допущенных. Это очень хороший результат. То есть, по сути, каждая пятая заявка была фондом поддержана. Это свидетельствует как о том, что действительно качество заявок в 2008 году стало лучше даже по сравнению с 2017 годом, потому что в 2017 году процент победителей был ниже. И опять же, объем проектов, количество проектов, он также совершенно рекордный для всей сессии грантовой системы, существующей с 2006 года. И надо сказать, что в прежние годы, опять же, процент победителей был значительно меньше. Сейчас 21% это очень высокий процент. Вместе с тем, мы специально показали, как процент победителей меняется в зависимости от запрашиваемой суммы, и на самом деле это тоже цифры, они очень понятные. Но вот вы видите, например, что долгосрочные проекты, это очень редкая категория у нас, и она по сути специальная, и даже до сих пор это для нас некий пилотный проект, когда мы поддерживаем долгосрочные проекты, то там самый низкий процент победителей. То есть 7% только поддержано в долгосрочных таких проектов. То же самое свыше 10 миллионов. Самые крупные запрашиваемые суммы у нас процент победителей 10%, то есть только каждая десятая заявка. И по мере того, как снижается запрос на финансирование, увеличивается и процент победителей. Объяснение очень простое, потому что на самом деле эксперты, они более снисходительно относятся к качеству проработки даже заявки, если запрашивается небольшая сумма, потому что они понимают, у нас более миллиарда 200 миллионов рублей в прошлом году по итогам конкурсов двух было отправлено на проекты в малых городах и сельской местности. То есть понятно, что мы ожидаем от них достаточно часто, это очень наивно, но по-доброму написанные проекты. Но опять же, поскольку они просят до 500 тысяч рублей, эксперты, понимая, что все равно это добрая инициатива, и за ней стоят реальные люди, они ее часто поддерживают. И вы видите 28% проектов, это очень высокий процент победителей именно в этой группе. И дальше, соответственно, чем выше запрашиваемая сумма, чем строже требования к заявке, тем строже отношение экспертов к оцениваемому проекту, и, соответственно, доля победителей здесь, соответственно, каждый раз снижается. Поэтому очень правильно, это, наверное, один из самых первых советов, которые мы все время даем, очень правильно попасть в собственную группу, потому что группа делится в зависимости от запрашиваемой суммы. То есть если организация начинающая, у нее еще нет опыта, если она работает только на очень небольшой локальной территории, в пределах района, в пределах маленького поселка, то для нее первая группа до 500 тысяч рублей – это группа именно для таких организаций. Если организация ведет деятельность в регионе, и проект не выходит за границы региона, то, как правило, мы рекомендуем, опять же, находиться в группе до 3 миллионов рублей. Если проект… То есть это не означает, что нельзя выходить, потому что все, что мы говорим, это рекомендация. И у нас нет такого жесткого правила. И бывает, что понятно, что для проекта, например, не хватает этой суммы для того, чтобы реализоваться в полной мере проект. И тогда может быть запрошена большая сумма, но если вы запрашиваете сумму более 3 миллионов, то тогда, как правило, эксперты, особенно хорошие, сильные эксперты, у них будет вопрос, а почему вы считаете, что вы единственная в регионе организация, которая заслужила грант в значительно большем объеме, чем выделяется обычный региональный проект. И вы должны это обосновать. То есть вы должны привести аргументацию, почему вам нужна в таком объеме поддержка, и знать, что и социальный эффект от этого проекта тоже должен быть сопоставимый, то есть он должен быть очень высокий. Ну, а уже понятно, на межрегиональные и общероссийские проекты можно запрашивать и до 10 миллионов, и свыше 10 миллионов, но свыше 10 миллионов, это уже означает, что организация имеет очень серьезный опыт, в том числе проектные деятельности, успешные проектные деятельности, и тогда у нее здесь есть шансы победить и в группе свыше 10 миллионов, но эта группа означает и повышенные требования, не только к экспертизе, там и повышенные проходные баллы. Но вы уже наверняка многие знаете, что у нас разные проходные баллы, опять же, в зависимости от этой группы. То есть чем выше запрашивается, тем выше проходной балл. Часто нас спрашивают о том, как, опять же, про средний размер гранта. Типичная ошибка, есть две типичные ошибки, связанные с размером гранта. Ну, во-первых, вот попасть не в свою группу, а еще более забавная ошибка, это попасть не в свою группу совсем ненамного. То есть у нас бывает прецедент, когда, например, организация просит, ну там, 3 миллиона 10 тысяч рублей. То есть это значит, что она будет рассматриваться по коэффициентам и критериям и проходному баллу для проектов свыше 3 миллионов, всего-навсего, подав там, ну, буквально там на 10 тысяч больше. Или там 10 миллионов, у нас такие прецеденты были, прям 10 миллионов, например, 100 тысяч. И тогда она уже оказывается в самой серьезной группе, в которой каждый такой проект отдельно разбирается на объединенном экспертном совете, то есть на совещаниях по грантовым управлениям. То есть к нему самое большое внимание, самые высокие требования. То есть если чуть-чуть перейти уже в другую группу, это совершенно нелогичный ход, но вместе с тем такая совершенно типичная ошибка. Она в ряде проектов встречается. И вот второй момент, который хотелось бы отметить, что тоже не нужно подбивать стоимость проекта, опять же, под верхнюю планку. То есть как вот не нужно зашкаливать за планку, так и не нужно, потому что здесь кажется, что фонд в этой группе до 10 миллионов или до 3 миллионов. Значит, надо подавать на 2 миллиона 999 тысяч. Но надо подавать на ту сумму, которая позволяет вам проект реализовать. Ведь президентский грант – это не финансирование организации, тем более такое, которое можно из раза в раз. Все-таки президентский грант – это поддержка проекта в условиях, когда либо вы собираетесь перейти на некий новый этап развития, либо когда вы действительно понимаете, что без этой поддержки вам будет очень сложно, но вы очень многое можете сделать. То есть все-таки грант, чем отличается от обычных субсидий и услуг, которые заказываются органами государственной власти, в том, что президентский грант, он вас не ограничивает в выборе направления деятельности и методов деятельности. Потому что если, например, мы говорим о социальном заказе, то в данном случае у государства есть какие-то задачи, и государство позиционирует, что вот, смотрите, у меня есть приоритетные задачи раз, два, три, есть определенные группы, с которыми мне хотелось бы, чтобы вы поработали, и вот есть некое техническое задание, и есть требования к некому качеству услуг, которые мы хотим от вас получить. Вот это не про президентские гранты. Президентские гранты – это механизм президентской поддержки добрых, хороших инициатив, которые позволяют изменить нашу жизнь к лучшему. И здесь широкий спектр тем, здесь вас никто не ограничивает в том, как вы планируете и как вы потом будете реализовывать свой проект, но это же в том числе и означает, что речь идет не о… То есть президентский грант – это невозможность заработать, это невозможность, это не просто такое обычное финансирование, и тут нет отношения заказчик-исполнитель. Вы здесь сами совпадаете, вы и заказчик, и исполнитель этой работы, а фонд выполняет функцию контроля и оценки тех результатов, которые вы уже получите. То есть мы их не принимаем, мы не являемся заказчиком, и более того, мы не вмешиваемся в суть реализуемого вами проекта. Поэтому вот это нужно помнить, то есть в этом смысле вы должны запрашиваемую сумму определять как некую достаточную для реализации проекта. То есть это означает, что у вас есть идея, и вы посчитали, какими минимальными средствами эту идею можно реализовать. Вот вы видите, что, например, средний размер гранта, он здесь тоже на слайде есть, он составлял в первом конкурсе чуть больше 2 миллионов, и тоже чуть больше 2 миллионов за два конкурса 2018 года. При этом надо отметить, что он вырос, он хотя и вырос незначительно, где-то примерно 120 тысяч рублей, но он вырос в основном за счет очень крупных проектов, потому что у нас в 2018 году добавилось новое грантовое направление по поддержке молодых талантов в области культуры и искусства. И там очень дорогие проекты, дорогие не потому, что организации на себя много тратят, а потому что там идет прямая финансовая поддержка этих молодых талантов. То есть там стипендии, премии, оплата стажировок, поездок. И, конечно, поэтому вот эти, несмотря на то, что там были очень крупные гранты, все равно средний размер гранта, он незначительно вырос. То есть все равно где-то в среднем 2 миллиона рублей, и это средний размер президентского гранта. Еще одна вот очень интересная, наверное, слайд будет. Это мы для себя посмотрели, а кто же такие руководители проектов, которые мы поддержали в прошлом году. Вот эти вот те самые более 3,5 тысяч проектов, которые мы поддержали. Оказалось, что большая часть руководителей проектов это женщины. И, видите, возраст тоже самый разный. То есть у нас почти 500 руководителей проектов – это люди старше 61 года. А молодежь у нас 23%, но тоже достаточно много. И даже вот среди этих 23% у нас 2% – это те, кому до 25 лет. То есть у нас даже такие молодые руководители, их 75 из всех проектов, поддержанных в… То есть на самом деле и с точки зрения некого баланса в целом, наверное, картина тоже понятная и в какой-то степени отражает некоммерческий сектор нашей страны. Грантовые направления в рамках этого конкурса, они, опять же, как раз по сравнению с прошлым годом, изменений не претерпели. То есть у нас остается ровно все те же самые грантовые направления, 13 грантовых направлений. И, наверное, опять же, многие из вас знают, что подавать заявку в фонд президентских грантов можно таким образом, что мероприятия в ней будут охватывать сразу несколько грантовых направлений. То есть понятно, что очень часто сложно вычленить, по какому же направлению подать проект. Потому что он может содержать мероприятия, относимые к разным направлениям, но здесь вы должны просто выбрать то, которое вы считаете основным. Потому что это ваш собственный выбор. Вы сами выбираете, какое, по вашему мнению, из нескольких направлений, если они у вас совпадают в проекте, какое будет считаться основным. И еще один момент, что нельзя подавать один и тот же проект по нескольким грантовым направлениям. У нас такое было в первые годы, в 2017 году, когда организация пыталась, ну, берут один и тот же проект и говорят, так, вот не знаю, в какой податься, то ли в культуру, то ли в молодежную политику. Значит, я этот проект подам и туда, и туда, а там посмотрим. Но такая практика не на сегодняшний день, она положением о конкурсе запрещена. И, соответственно, если будет подан один и тот же проект, который совпадает, один и тот же, имея в виду, что он значительно совпадает, более чем на 50%, он с тем же проектом этой же организации совпадает, то проекты не будут допущены. То есть не то, что там один какой-то не будет допущен, не будут допущены все такие вот дублирующие друг другу проекты, поэтому на это обращайте внимание, пожалуйста. Самый, наверное, интересный слайд, который есть, это, ну, вот он интересный с точки зрения того, что такого никогда не было. И это такая некая новая, по сравнению с предыдущими двумя годами, новое явление в нашей жизни, это сроки проведения конкурсов этого года и следующего года. Дело в том, что традиционно, вы знаете, как была построена система, опять же, функционирования конкурсов президентских грантов, в начале года всегда президент подписывал распоряжение о начале конкурсов. То есть он давал поручение до нас, предыдущим грантооператорам, 2017 года нам провести в течение года определенное количество конкурсов. То есть он в 2017-2018 году, президент своим распоряжением сказал, так, фонд должен провести два конкурса, предоставить по итогам них гранты. Вот и получалось, что каждый раз, понятно, что распоряжение – это документ, который согласовывается внутри администрации президента, и все ждут всегда выхода этого распоряжения. Поэтому конкурсы начинались в разное время. В прошлом году мы старались как можно раньше принять это распоряжение, и оно у нас вышло 19 февраля. И в этом году мы уже… Случилось то, что, наверное, давно должно было случиться, но это в определенной степени тоже элемент доверия со стороны президента. То есть мы ушли от этих ежегодных распоряжений. То есть президент 30 января подписал указ о грантах президента РФ, предоставляемых на развитие гражданского общества. Этим указом предусматривается ежегодное проведение конкурсов и ежегодное предоставление грантов. То есть если всегда это была, по сути, некая разовая, то есть каждый год президент своим решением продлял грантовую программу, то сейчас президент определил, что президентский грант – это теперь такое явление бессрочное и постоянно действующее. Поэтому указ позволяет нам не ждать, ну теперь уже никакого распоряжения, то есть мы сами фонд вместе с Коррадиционным комитетом по проведению конкурсов определяет сам количество конкурсов, просто оно не должно быть меньше двух в год, и определяет сроки проведения конкурсов. Это позволяет нам в этом году, помимо того, что мы проведем два конкурса, принять заявки на первый конкурс следующего года. То есть опять же логика какая, что всегда… Вот представьте, как работает, например, у нас субсидия на… И опять же все эти годы работала субсидия на предоставление грантов. То есть вот выходит распоряжение где-то к весне, проводится конкурс, и где-то с лета начинается финансирование. Мы эту историю сдвигаем, сдвигаем к началу года. То есть мы в этом году примем заявки на первый конкурс уже следующего года, и в начале года подведем его результаты, соответственно, финансирование начнет доходить до некоммерческих организаций уже намного раньше. То есть на самом деле, по сути, это означает, что в ближайшие 12 месяцев мы распределим рекордный объем поддержки, потому что мы, помимо того, что мы распределим весь объем поддержки, предусмотренный на этот год, это 8 миллиардов рублей, мы уже в конце года осенью примем заявки на средства следующего года, и в начале года начнем уже выделять гранты из новой субсидии, которая также составляет 8 миллиардов рублей. И дальше, начиная со следующего года, с 2020, мы перейдем к постоянным срокам проведения конкурсов. То есть это означает, что всегда вам в определенной степени, все, кто несколько раз участвовал в конкурсах президентских грантов, в предыдущие годы знают, что каждый раз эти сроки разные. То ли оно в апреле объявится, то ли в марте, то ли в феврале, то ли там лет. И вот каждый раз все ловят эти объявления, и более того, и в некой степени это влияет на планирование своей деятельности, потому что все зависит от, а какая будет продолжительность проекта допустимая. То есть, соответственно, когда мы сможем получить финансирование. И вот сейчас вот этим новым графиком, по сути, некоммерческие организации, с учет того, что мы все время будем проводить конкурсы в одно и то же фиксированное время, это будет, соответственно, первый конкурс, будет проводиться прием заявок в предыдущем году, и его результаты будут уже подводиться, соответственно, к началу года. Потом будет сразу второй конкурс, он будет начинаться в февраль-март прием заявок, и уже с 1 июля могут стартовать проекты. И, соответственно, что это даст? Это даст, что всегда будут 18-месячные проекты. То есть, мы всегда будем разрешать, начиная с 2020 года, мы всегда будем разрешать реализовывать проекты в срок до 18 месяцев. Это очень много. То есть, это для некоммерческих организаций плюс. Будет вопрос хорошего планирования. То есть, все будут понимать, что сроки этой конкурса, следующего, 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 то есть, можно будет прям четко планировать под эти, по то, чтобы правильно участвовать. И, опять же, такое финансовое планирование, расчет на президентский грант. И, опять же, думать, что делать, если не получил грант. То есть, все это, по крайней мере, будет намного проще с точки зрения планирования. Вот здесь внизу указаны уже даты завершения проектов. Вот последний год, когда у нас будут разные сроки реализации проектов, это вот этот, вот 2019, потому что он переходный. То есть, мы сейчас переходим на эту модель, где будут постоянных сроков проведения конкурсов. Единственные, когда будут укороченные сроки реализации проектов, но укороченные по отношению к нашей собственной практике, потому что по сравнению с предыдущей практикой, они все равно будут удлиненные, а поскольку мы сами уже задали планку с 18 месяцами, которая будет в этом году работать, то единственные укороченные получают сроки реализации проектов будут в нашем втором конкурсе этого года, то есть, насколько они будут совпадать с сроками первого конкурса по дате завершения. То есть, все проекты нужно будет завершить к 31 декабря 2020 года. По сути, единственное, что я сразу хотел бы отметить, что, опять же, одна из ошибок, которая встречается в проектах, это необоснованные сроки реализации. И поэтому, когда мы говорим, опять же, что максимальный срок 18 месяцев, и проект можно вот сейчас реализовывать до 31 декабря следующего года, это вовсе не означает, что вам нужно писать проект таким образом. У нас целый ряд проектов не был поддержан именно из-за растянутых сроков. То есть, там получалось, ну, эксперт открывает календарный план и видит, что в календарном плане там конференция, конференция, там мероприятия, поездки, стажировки, и все это счастье заканчивается, ну, допустим, там в июне. А потом еще три месяца команда что-то делает. То есть, все равно заложены зарплаты, аренда, но никаких мероприятий в это время не проводят. То есть, еще потом три месяца, что команда делает, за что она получает зарплату, почему офис. Все это еще потом, точно именно поэтому не нужно, как вот с деньгами, запрашиваемые суммы гранта, не стоит подходить там к трем, к десяти миллионам прям ровно. То есть, надо все-таки исходить из реальной потребности, а не к попытке там под верхнюю планку. Точно так же и по срокам реализации проекта. Нужно смотреть, какие сроки. Если у вас проект укладывается в 6, в 9, в 8 месяцев, то надо выбирать тот срок, который оптимальный для достижения тех результатов, которые вы себе заявляете в проекте. Ну и вот еще раз тогда обращу ваше внимание, что прием заявок на этот конкурс, он уже идет с 1 февраля. Мы в конце января опубликовали, то есть 30 января вышел президентский указ, 30 же января мы провели координационный комитет, который определил сроки проведения конкурсов в этом году. И 30 января мы на координационном комитете узвердили положение о конкурсе. Соответственно, все эти документы были уже 30 числа опубликованы, 31 вышло объявление о проведении. О сроках проведения конкурсов, то есть с 1 февраля мы с вами ведем прием заявок, и прием завершится 15 марта. То есть у нас с вами ровно еще месяц на то, чтобы подготовить заявку. То есть это очень даже на самом деле хорошее время для того, чтобы подготовить хороший проект. И мы до 1 июня объявим результаты. То есть скорее всего они будут объявлены где-то в районе 31 мая. То есть в день заседания обычного конкурсовного комитета стараемся их объявить. То есть если в любом случае не позднее 1 июня. И 1 июля, то есть вы можете уже свои проекты планировать так, что у вас деятельность по проектам начинается с 1 июля. То есть здесь и дальше. То есть у вас предельный срок вот с 1 июля по 31 декабря. То есть больше нельзя, меньше можно и, соответственно, диапазоны в рамках данных. Но для тех организаций, кто по тем или иным причинам, там еще организация времени, не прошло столько времени со дня создания организации, либо по разным другим причинам, что у вас, например, есть два действующих гранта, фонда президентских грантов, то в этом случае следующий конкурс начнется сразу после подведения итогов текущего. То есть мы до 1 июня объявляем результаты этого конкурса и 10 июня начинаем прием заявок на следующий конкурс. То есть пройдет очень небольшой период, то есть сразу уже будет большая приемная кампания летом. Самое главное, что летом, понятно, с одной стороны, хочется в отпуск и отдохнуть, но с другой стороны, будет время, опять же, сосредоточиться на написании хорошего проекта, и мы на это отведем даже больше, чем полтора месяца. 18 месяцев сроки реализации проектов. Опять же, учитывайте, что это, за исключением долгосрочных проектов, это предельный срок для реализации, но это, конечно, для некоммерческого сектора, на самом деле и объем поддержки, и возможность получить на полтора года гарантированное финансирование, это, конечно, такой серьезный сдвиг в системе грантовой поддержки. Все время мы обращаем внимание на те документы и материалы, которые мы разработали в помощь участникам всех конкурсов, но далеко не все ими пользуются. Здесь они в разной степени, на самом деле, значимости, потому что первая инструкция по заполнению заявки, на самом деле, достаточно простой документ. Он описывает, что, где, в каких полях нужно заполнять и чего не нужно заполнять. То есть это такая некая в большей степени рекомендация, и в большей степени она такая для тех, кто впервые заполняет заявку. Более сложный документ – это методические рекомендации по запутке бюджета, потому что он описывает, на какие расходы можно просить деньги, на какие расходы нельзя, то есть что именно фонд не финансирует. Это, кстати, вовсе не означает, что вы… То есть если фонд какие-то расходы не поддерживает, это не значит, что их нельзя включать в бюджет проекта. Например, у вас, если есть софинансирование, вы опять же можете это средство показывать, но есть расходы, на которые фонд средства не выделяет. То же самое есть нерекомендуемые расходы, то есть это значит, что… Но опять же все это подробно излагается именно в этом документе. То есть это довольно простой документ, то есть вы каждый раздел, когда заявки бюджета заполняете, вы можете обращаться к этим методическим рекомендациям, потому что там указано и как правильно рассчитать страховые взносы, и какие возможности по командировочным расходам. То есть все какие-то ограничения, которые мы применяем по видам расходов, они все изложены в этих методических рекомендациях. Наверное, из ошибок, которые есть, и нам об этом тоже рассказывают, что есть такое все время ощущение, что вот проект его, авторы проекта содержательные придумают проект, а вот бюджет это что-то, что должен бухгалтер писать. На самом деле далеко не так. То есть вообще это неправильно, если бюджет пишет бухгалтер, потому что бюджет вы сами планируете, вы сами понимаете, но здесь никакие бухгалтерские навыки не нужны. Здесь нужны наоборот навыки. То есть единственный бухгалтерский навык – это посчитать страховые взносы, но там у нас и в методических рекомендациях написано, как их посчитать. То есть здесь в большей степени в бюджете должна быть содержательная. То есть бюджет должен очень… Когда бюджет пишет бухгалтер, у вас получается письмо из простоквашина, потому что эксперты, они хотят, чтобы каждый пункт бюджета соответствовал календарному плану. А у нас часто бывает так, что в бюджете появляются строки, которые в календарном плане нет. То есть, например, типичная самая история, типичная ошибка. В календарном плане в бюджете появляется, например, поддержка сайта. И там в комментариях написано, что нам же, наш организационный нужен же сайт, нужен, вы сами говорите, фонд, что нужна информационная открытость, пожалуйста, вот мы его на сайт заложили. Только в календарном плане нет ни одного мероприятия, посвященного, которое бы называлось там поддержка сайта. То есть с точки зрения экспертов это получается, что вы организационно не продумали эту историю, а зачем-то в бюджет заложили. То есть у вас бюджет должен соответствовать календарному плану. И поэтому это значит, что этот бюджет не менее значимый, чем все остальное в проекте, и даже порой для многих экспертов более значимый, потому что часто из бюджета видно вообще и отношение людей к запрашиваемой сумме, и насколько они добросовестны, недобросовестны, насколько видно, что это реалистичный, нереалистичный бюджет. Поэтому это очень о многом говорит, поэтому сконцентрируйтесь, потому что он у нас тоже в одной из последних вкладок, в предпоследней, в самой заявке. И поэтому опять же бывает, что организация, когда заполняет проект, заполняет, 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 остается уже несколько часов до окончания приема заявок, и все начинают уже судорожно бюджет заполнять, и он получается такой немножко не очень хороший. И это тоже ведет к каким-то не очень хорошим последствиям, потому что экспертам он просто не нравится. И вот здесь посередине указан онлайн-курсы подготовки проектов. У нас на сайте есть раздел специальный, называется онлайн-курсы фонда. И самый большой наш онлайн-курс – это социальное проектирование, которое мы снимали вместе с грантополучателями, вместе с членами нашего объединенного экспертного совета. И он посвящен как раз разработке социальных проектов, типичным ошибкам, вообще что такое социальный проект. Поэтому вот опять же мы рекомендуем… Я только кажется, что он большой, на самом деле он там примерно, по-моему, видео на 150 минут, то есть это в принципе немного для такого… Но при этом там очень содержательно и очень емко постарались рассказать о том вообще, как строится разработка социального проекта. Там же есть еще в этом же разделе есть еще другие видеокурсы, которые фондом записаны, в том числе по разбору типовых ошибок, в том числе даже вот мы недавно по просьбе наших грантополучателей записали видеоурок по налогообложению коммерческой организации. Там он подробно уже на 19-й год как раз такой видеоурок есть, опять же, в этих онлайн-курсах. Ну вот сейчас буквально немного хотелось бы сказать про уже вот некую структуру, проекта, в том числе на примере ошибок, потому что начать разработку проекта хочется, чтобы вы при старте проекта очень хорошо выбрали свою целевую группу. И изначально, опять же, ошибки проектирования, они с самого начала начинаются на этом этапе. То есть ведь очень важно себе ответить на вопрос, а кто конкретно получает пользу от вашей работы? То есть вот кто? То есть зачем ваш проект? То есть какие люди или это группа людей? Потому что вовсе не обязательно, что ваш проект направлен на работу непосредственно с людьми. Но люди от него должны какую-то пользу получить. То есть зачем он людям? То есть если, например, вы работаете с заповедниками, с экологией, то вы сохраняете для людей в первозданном виде нашу природу. Если вы занимаетесь историей, изучением истории, сохранения исторических памятников, то вы тоже сохраняете, чтобы будущие поколения смогли ознакомиться этим. То есть если вы помогаете бездомным животным, то вы вовлекаете тех людей, для которых это неравнодушно, и в том числе делаете город тоже безопасным и комфортным, и в том числе делаете в нем благоприятную среду, в том числе доброты, в которой к домашним животным относятся хорошо. То есть всегда есть благополучатели. То есть те, кто получает выгоды от реализации вашего проекта, даже если он направлен на интересы всего поселка, города, региона, то вы должны понимать, кто эти люди. И если вы уже обозначаете целевые показатели и говорите, что вот у нас целевая группа такая, целевая группа такая в проекте, то у вас должно, вот все, эта целевая группа, то есть вот эта польза и конкретная группа, она должна сквозь весь проект проходить. Потому что, то есть оно у вас не может быть такого, что вы ее обозначили, а дальше потом она нигде не встречается. То есть это означает, что все, и результаты проекта, то есть вот то, как будут сформулированы результаты, количественные результаты проекта, там должна быть заявлена целевая группа. И все мероприятия, которые вы будете проводить, они все направлены на достижение, на получение той самой пользы, которую вы себе увидели. То есть вы, и здесь очень важно сразу обосновать, почему вы выбрали целевую группу, то есть почему вы именно с этой группой хотите работать. То есть вы берете, кто это? Это молодежь, это бездомные, это инвалиды, причем инвалиды с определенной, там, это, то есть вы здесь, может быть, это дети инвалиды, дети с определенными заболеваниями. И поэтому вот вы выбираете эту группу, и дальше вы определяете, то есть если вы выбрали группу, вы определяете, в пределах какой территории ваш проект будет реализовываться. То есть это тоже очень важно, потому что вот есть, конечно, вокруг нас мифы, что вот там чем больше, тем лучше. Нет. Вот, понимаете, вопрос всегда качества проекта и качества, и на самом деле реального эффекта от этого проекта. Поэтому вы можете, то есть очень важно понять, в каком масштабе вы эту целевую группу охватите, потому что у вас все равно есть предел собственных возможностей, возможности вашей команды, возможности организации. И поэтому, когда вы определяете, где это, в рамках поселка, нескольких поселков, там муниципального района, нескольких муниципальных районов, может быть, в рамках региона, вы должны с одной стороны определить, если вы определяете, что вы целевую группу в рамках этой территории, вы должны с одной стороны сказать, почему, но почему вы выбрали этот регион, то есть потому что вы исторически этим занимаетесь. Почему здесь? И опять же, вы должны тогда и данные в обосновании социальной значимости проекта, вы должны приводить данные применительно тогда ко всей той территории, которую вы выбрали. Потому что у нас бывает так, что, например, заявлена территория, там, говорит, мы вот и в этом регионе, и в этом, и в этом, в этом, в этом, но при этом что-то рассказывается про один только регион, то есть потом в обосновании, что вот в этом регионе, то есть выбор на географии там из пяти регионов, а в обосновании социальной значимости говорится только об одном из них. Поэтому здесь это все должно быть у вас в проекте очень продумано. Еще один очень важный момент, что когда вы заявляете в проекте много целевых групп, особенно несколько, вы должны опять же понимать, что у вас должно дальше сойтись, вот это вот как на слайде указано, по каждой из целевой групп. То есть если вы определили, что у вас, например, и инвалиды, и семьи, и дети, то у вас обоснование проблемы этих групп, в чем проблемы каждой из этих целевых групп, которую вы собирались в рамках проекта решать, у вас оно должно быть применительно к каждой целевой группе. Точно так же у вас потом работа с этими целевыми группами должна быть в календарном плане, и также у вас должны быть результаты тоже касаемые этих целевых групп. То есть вот дальше об этом мы сейчас расскажем. То есть, например, обосновании проблемы целевой группы. То есть для маленького совсем проекта, конечно, наверное, в рамках поселка можно применить какое-нибудь видео, рассказать, что вот смотрите, в нашем поселке вот такая ситуация, вот тут у нас в поселке 10 детей инвалидов, и вот с ними такая ситуация, им негде заниматься. Можно это все рассказать на примерах видео, но в основном, если вы делаете проект довольно уже более серьезный, более там не совсем, никакой не маленький, не начального уровня, то вам уже недостаточно будет собственных убеждений и собственных утверждений. То есть вы говорите, что вот, потому что частая ошибка обоснования проблемы целевой группы, это вот утверждения, которые идут просто от автора проекта. То есть вот по нашему мнению в нашем регионе вот такая проблема самая главная. Но важно, чтобы вы сослались на результаты каких-то опросов, исследований, публикации в средствах массовой информации, возможно, какие-то цитаты привели, может быть привели данные какой-то официальной статистики, может быть, опять же, данные каких-нибудь исследований, но у вас должны быть ссылки на какие-то релевантные сночники, которые позволяют понять, что действительно эта проблема для вашего региона настолько актуальна, то есть вам нужно объяснить, в чем суть этой проблемы, почему, например, она не решается органами власти или решается не так, и почему вы взялись за решение этой проблемы. Что здесь нет никакого такого дублирования с деятельностью органов власти, может быть, эта проблема и так уже без вас хорошо решается. Почему это тоже важно? Потому что на основе определения, то есть когда вы определили целевую группу и определили, дали обоснование, почему вы выбрали эту целевую группу и поняли, в чем суть этих проблем для этой целевой группы, то тогда вы и формулируете цель проекта, потому что цель проекта базируется на целевой группе и на проблеме целевой группы, как на фундаменте, потому что цель это всегда некое движение в решении этой проблемы. Понятно, что многие проблемы не решатся, тем более за срок реализации проекта, то есть если есть группа детей инвалидов, то вы с ними будете заниматься, и понятно, что проблемы отсутствия у них места для занятий, досуга, специальной среды, которая могла бы помогать им интеллектуально и физически развиваться, вы, понятно, что это не решите за срок проекта. Но это означает, что вы смягчите существующую проблему, то есть на период проекта она точно будет смягчена и точно, опять же, какие-то изменения произойдут в состоянии целевой группы. То есть цель всегда решает проблему, причем она решает цель проекта, она всегда решает проблемы всех заявленных вами целевых групп. То есть поэтому очень аккуратно подходите к выбору этих целевых групп и цель должна быть измеримой, достижимой конкретно. То есть понятно, что вы делаете, потому что вот частая, вы знаете, самая частая ошибка в проектах это много воды. То есть когда в проекте рассказывается вот такими, знаете, пространными формулировками, что в соответствии с такими-то документами надо будет сделать то-то, и это очень важно, и всегда есть такие академические формулировки, они не очень хорошо подходят для социального проекта, потому что у нас не государственная программа, не плановое выступление на пленуме партийном, это реальная работа. Реальная работа предполагает, что эксперт тоже понимает, о чем вы говорите. То есть здесь не нужно канцеляризмов, здесь не нужно штампов, здесь нужно, от вас никто не ждет какого-то вот такого вот академического описания, от вас ждут как раз четкого понимания, эксперт хочет увидеть, что вы понимаете, о чем вы говорите, понимаете, что вы. Поэтому проблема, цель, она должна быть не такая вселенская, то есть там счастье для всего мира, она сделала всех счастливыми, она должна быть измеримой, понятной, достижимой. То есть эксперт должен понимать, что да, все понятно, что в рамках проекта делается. Вот у нас есть такой блок в проекте, краткое описание проекта. Это очень небольшой блок, и, собственно говоря, во многом успех проекта часто очень влияет на отношения экспертов, и потом членов объединенных экспертного совета влияет именно на то, насколько качественно проработан этот блок. Казалось бы, очень маленький. Казалось бы, что это все-таки краткое описание. Дальше вы можете написать полное описание проекта, загрузить его в специальный раздел, у вас будет презентация. Ее эксперт, как правило, откроет, внимательно изучит. Но что такое краткое описание проекта? Краткое описание проекта – это когда наши, опять же, члены объединенного экспертного совета, члены координационного комитета, то есть это люди очень занятые, они весь проект читать не будут, то есть они уже видят баллы, которые выставил эксперт, и потом они эти баллы соотносят с кратким описанием. То есть они уже в режиме проверки, когда у нас проходят вот эти совещания, они смотрят, соотносятся и насколько баллы соотносятся по их представлению. Если им кажется, что что-то не соотносится, они как раз, например, видят, что мало баллов или, наоборот, много, они тогда могут полезть в проект и уже тогда начать глубоко разбираться. Но если это краткое описание написано плохо, то они, конечно, и разбираться вряд ли будут. И что такое краткое описание? В том числе, как это касается и цели. Представьте себе, что вы встретили незнакомого человека, просто встретили друга какого-то, друга, товарища, сослуживца, одноклассника, и он у вас просто, а вы чем занимаетесь? Я говорю, вот пишу заявку, проект хочу реализовать. А про что проект? И вот здесь, по сути, ваш рассказ, то есть ваша задача очень емко, в текст буквально на одну-две минуты, рассказать, что вы хотите сделать. Потому что у нас, опять же, эти краткое описание часто начинаются с лозунгов, с таких глобальных, что вот, в мире, такая-то обстановка. А здесь вы должны рассказать, что вы хотите сделать. Что вот на самом деле, как если бы вы просто рассказывали даже близкому человеку о том, что вы собираетесь делать. Что вы знаете, на самом деле, это вот у нас в деревне, в селе такая-то проблема. Там был, у нас такой был забавный проект, какой-то в совсем маленьком селе, в Сибири, у них это был парк комсомольцев. И вот, ну, прям в поселке был парк комсомольцев. Ну, понятно, что там за последние 25 лет этот парк полностью порос бурьяном. При этом, в принципе, сейчас пошел обратный тренд, и есть потребность даже в сельской местности, люди хотят какое-то рекреационное место, место, где отдохнуть, где погулять. И получилось, что парк, который был заброшен, он опять вновь востребован. И, собственно, люди говорят, вот у нас был парк. Вы представляете, в нем там вот, и даже, оказывается, заросшие бурьяном, есть какие-то скульптуры, правда, уже молодежь их там случайно обнаружила. И давайте-ка мы просто соберемся всеми силами и его просто восстановим. То есть мы вот, ну, понятно, что там это, здесь все село будет работать в качестве волонтеров, но все равно нужны какие-то там, просто нужны там банки с красками, там где-то какие-то стройматериалы, но немного. То есть это не просто там нанять какую-то фирму строительную. Нет, никто строительную фирму не нанимает, просто стройматериалы, краски. У них там даже в центре стоял дворец культуры деревянный, но тоже сгорел, уже там от него сейчас одни носов остался. Но это все можно рассказать. Что мы хотим сделать? Вот все очень просто. За несколько минут рассказали, в чем идея, в чем идея проекта и его смысл. Точно так же и про цель. То есть здесь нужна очень практичная, понятная и очень реалистичная всегда вещи. Какими должны быть результаты проекта? Вот у нас в форме заполнения заявки, вы видите, там есть примеры того, как можно формулировать результаты. Количество участников проектов, количество там обучившихся, количество поучаствов, съездивших куда-то. Вот все-таки эти результаты, то, что у нас приведено в нашей системе, это приведено вам просто для примера, как некий ориентир, как формулировать их. Не стоит просто полностью брать только эти результаты, потому что ваши формулировки должны быть уникальны и должны быть понятны, потому что то, что указано в системе, это шаблоны. Потому что, например, у нас бывает, что какой-нибудь спортивный проект, и вы берете стандартную формулировку участник проекта, что вот в проекте поучаствовало там тысяча человек, мы не понимаем, что это, эксперт не понимает. То есть это значит, что это вот, если это, например, спортивные были мероприятия, это тысяча посетителей пришло, и просто посидело, так сказать, поболело, либо это все-таки тысяча реальных участников. Если реальные участники, то реальный участник может прийти один раз, ну там вот один раз пришел, и вроде как его уже посчитали. То есть он непонятно, не совсем очевидно, какая для него была польза. То есть что, ну вот один раз пришел. То есть в этом смысле, например, если бы это был спортивный проект, то нужно вот, что там, сколько там детей, например, если это целевая группа дети, которые систематически занимаются спортом на вот данной секции. Возможно даже, сколько из них там поучаствовало в каких-то больших уже соревнованиях. Возможно, там именно вошло в какую-то сборную. Понятно, что это порой сложно предсказать, но еще раз, самое важное, что нужно в количественных результатах нужно писать тех людей, которые ощутят пользу от вашего проекта. То есть вот на них она непосредственно повлияет. То есть их жизнь изменится. То есть, например, если это вот в упомянутом случае, если вы установили в селе парк, то кто туда, то кто в этот парк пойдет. У нас, кстати, в этом смысле много проектов, которые сейчас, которые фактически про второе дыхание и вторую жизнь для, например, сельских поселков. Очень интересно такие проекты читать. То есть это о чем бывают проекты, что, например, поселок уже практически умирал, и тут вдруг опять же пошла, сейчас у нас волна модная экотуризма в стране. Это очень классное, например, движение, потому что этот экотуризм, он привлекает к интересным маршрутам внимания людей. А если туристы начинают ездить, то возникает потребность в туристической инфраструктуре. То есть нужно где-то поездить, где-то остановиться, поскольку часто в нашей стране гостиницы там нет, то есть все равно как бы все живут там в домах, все равно как-то их там покормят. То есть на самом деле это все равно создает такую среду. То же самое это касается среды вокруг наших заповедников, которые у нас уникальны. То есть там тоже может быть как раз такая же вот среда, это может дать реально вторую жизнь поселкам, которые живут вокруг этих заповедников. И, опять же, если вы рассказываете, у нас такие тоже есть примеры проектов про развитие экотуризма, то тогда у вас и жители этого поселка, они, например, точно так же, их жизнь изменится, но вы должны это понимать, сколько, в каком количестве, что вот тогда поселок численность такой, это же количество жителей поселок, которые за счет притока, например, этих туристов, у них будет дополнительная, возможно, занятость и возможность, опять же, обеспечивать себя. Но все результаты, конечно, вот эти результаты нужно иметь возможность посчитать, поэтому они должны быть, конечно, адекватные и очень конкретные, то есть они должны вот из той самой целевой группы идти, и понятно просто про адекватность, это бывает, что тоже, наверное, иногда авторам проектов кажется, что чем больше они заявят количество, тем это весомее, а иногда это играет против, потому что бывает история с экспертами, что, допустим, эксперт читает, а там, ну вот мы выпустим пособие, а его прочитает миллион человек, эксперт говорит, ну ладно, миллион человек, ну вы представляете, что такое миллион, и заведомо себе многие заявители ставят цели и показатели намного выше, чем те, которые думают, что, наверное, это сработает, это будет больше, там, ну как бы более, там, большее впечатление произведет на, но хочу сказать, что все-таки вот фонд ведет мониторинг всех реализуемых проектов, то есть мы потом смотрим, конечно, это не означает, что вас потом грант там отзовут или как-то его урежут, но фонд при оценке результатов проектов для себя уже, то есть это вопрос уже не финансовый, а репутация организации будет учитывать, как вы достигли этих результатов и будет изучать, почему вы их не достигли, потому что, например, если, но чаще всего мы изучаем фотографии, видео с мероприятий и смотрим, сколько, а сколько в итоге было, если вы скажете, что у нас мы там проводим историческую реконструкцию, у нас придет 10 тысяч человек, а у вас придет тысяча человек, то это будет не очень хорошо, потому что, ну, все же, эксперт тоже соотносит, сколько стоимость, сколько стоит ваш проект, потому что мы, у нас были примеры, когда сейчас вот в рамках, мы сейчас ведем вот масштабную работу по оценке результатов проектов нами, поддержанных в 2017 году, то есть это вот до середины года мы будем вести такую работу и выявляем, например, когда количество участников, было, например, там лагерь заявлено, но количество участников там в три раза было меньше, чем было заявлено, то есть вместо там 300 человек было 100 человек, но получается, что этот лагерь вышел там порядка 6-7 миллионов, и получается, что одно дело, там было бы 300 человек, а тут, получается, он вышел как-то за эти деньги, можно было там их в гостинице разместить, а там получалось палаточный лагерь, но он вышел невероятно дорогим, то есть здесь, поэтому вы когда планируете, вот планируете и указываете результаты, будете очень точны, потому что потом фонд при оценке результатов, вот когда он будет выбирать ваш проект там успешный, соу-соу или вообще неуспешный, а это уже будет влиять в последующем на вашу репутацию, на репутацию организации, потому что, опять же, еще раз говорю, что если у вас что-то не получилось, это не значит, что мы отзовем грант там или какие-то санкции к вам применим, но мы будем изучать, почему у вас не получилось, если оказалось, что вы просто завысили сами себе требования или, например, понятно, что если у вас была реконструкция, пошел сильный дождь, то, может быть, у вас не пришло участников, это можно объяснить, но там вопрос все равно, почему вы там не перенесли, не могли перенести, там заранее погоду не посмотрели, там за несколько дней, ну тоже будут вопросы, но если не будет вашей вины, то это одна история, если оказалось, что это просто по недочету, то тогда получится ситуация, что мы уже будем отмечать, что результаты проекта не очень хорошие, это повлияет на последующее ваше участие в наших конкурсах, поэтому здесь вот подходите, то есть будьте адекватны в оценке масштабов своей программы, то есть количество участников, то есть когда вы пишете вот масштабы там тысячи, миллионы человек, вот особенно там, когда это касается интернет-ресурсов каких-то вновь создаваемых, что вот у нас там будет аудитория, там, ну вы смотрите на сопоставимые ресурсы, то есть все-таки измеряйте силы, и от вас, и мы, и эксперты ждем именно адекватных результатов, а не завышенных, потому что эти результаты потом надо будет достигать, и получится, что вы получаете грант, думаете, так, ой, как же я все это написал, как я буду все это делать, и понятно, что кроме количественных результатов вы пишете и качественные результаты, результаты, которые невозможны, ну например, как оценить вот это психоэмоциональное состояние людей, которые получили какую-то выгоду от проекта, понятно, что здесь вы не можете их измерить в каких-то там этих, у нас счастье не измеряется в каких-то показателях, хотя хоть попытки такие и делаются, да, посчитать, но точно так же здесь вот в качественном результате вот такие психоэмоциональные, вообще просто улучшение обстановки, просто даже восприятие людьми комфортной среды, если где-то это можно через опросы посчитать, но вы можете и все-таки просто в качественных изменениях это обозначать, что вот по нашему мнению произойдет увеличение того-то, того-то. Поэтому здесь, поэтому у вас две группы, у вас есть количественные и качественные результаты, но еще раз повторю, вот количественные результаты, почему они так важны, потому что их соотносят с бюджетом, то есть эксперт, вот он как на весы кладет, вот так, вот здесь вот 10 детей, а здесь сколько на них просят, и нормально это или ненормально, то есть вот это вот, поэтому эксперт будет сопоставлять с результатами. Задача. Ну вот еще, кстати, по поводу цели хотел сказать, что вот то, что мы здесь пишем на слайде, сколько задач, сколько целей, это, конечно, тоже рекомендуемые позиции, то есть они применимы к 99% проектов. То есть всегда есть исключения, всегда есть суперсложный проект, невероятно сложный, который бьет сразу в несколько несвязанных, например, целевых групп, а потом как-то сложным образом это все перекрещивается. Такое может быть, но это бывает крайне редко. То есть такой гроссмейстерский уровень, обычно 99% проектов, это проекты, у которых должна быть одна цель, там и не более пяти задач применительно к этим целям. Не нужно путать цели с мероприятиями. То есть задача это, то есть вот у вас цель, она как бьется на некие отрезки. То есть что надо сделать? Вот сделали, обеспечили это, определили, ну если, например, на примере направления по молодым талантам, то вам у вас, если цель поддержать молодых талантов, которые там супер будущих, не знаю, самых лучших дирижеров, то вам сначала нужно где-то их найти, то есть вам нужно их отобрать, а потом, то есть у вас первая задача будет связана с отбором, вторая задача будет связана, например, с тем, чтобы уже их прокоучить, то есть дать им самых лучших наставников из числа известнейших дирижеров, например, а на третьем уровне вы уже будете помогать им практически реализовываться, то есть им нужно для того, чтобы свои навыки отработать, уже подирижировать каким-то оркестром, соответственно, здесь уже нужно, будет уже третий уровень, будет уже, третья задача будет связана с практическими реализациями навыков. Может быть, у вас будет там и четвертая задача, связанная с тем, чтобы как оценить потом получилось у вас или нет. Но это так или иначе все направлено на достижение цели. Поэтому здесь не мероприятие, а именно решение тех последовательных элементов, которые приведут вас ровно к цели. Поэтому задачи, вот если даже цели, то есть задачи еще более конкретные и практичные. То есть, например, если отобрать, провести отбор таким образом, чтобы привлечь не менее 200 участников в конкурс. Отобрать из не менее 200 участников конкурсов 20 победителей. То есть задачи, они должны быть очень конкретные. То есть это вот прям, и они, как правило, даже должны быть оцифрованы. То есть они содержат уже вот что происходит. Привлечь к участию, обеспечить публикацию не менее чем в пяти, или в изданиях аудитории не менее охвата 20% нашего региона. То есть это всегда очень конкретная и очень достижимая формулировка. Дальше уже вы формируете календарный план проекта, и здесь уже мероприятие. Как правило, на одну задачу должно приходиться не менее два мероприятия. Если не так, то вы, скорее всего, ошиблись в проектировке. То есть у вас, скорее всего, либо задача, это суть, есть мероприятие, и, скорее всего, путаница в целях и задачах. Но это, кстати, к сожалению, такая наиболее типичная ошибка, проблема в наших проектах. То есть сколько бы мы там и тренинги не проводили, вот уже прикладные, потому что понятно, что сейчас на нашем семинаре мы не можем вам рассказать о социальном проектировании. То есть для этого скорее нужно уже идти на онлайн-курс, нужно идти на отдельные семинары, которые проводят наши гранты-получатели. То есть потому что все-таки это уже за то время, которое нам отведено на семинар, мы это не расскажем, но вот учиться формулировать цели, задачи, это в принципе даже по жизни полезно. И здесь вот, опять же, цель, одна цель, не более пяти в нашем понимании задач, и уже каждая из задач соответствует мероприятию, как правило, не менее двух мероприятий. Но, опять же, это очень условно. Но, как правило, это будет применимо к большинству, вот такой подход будет применимо к большинству проектов. В каждом мероприятии у вас должно быть очень понятное время, место и что потом. То есть это, собственно, помогает вам заполнить календарный план, потому что из календарного плана у вас так и будет. То есть вот примерное время проведения, где оно будет проходить, и что после мероприятий получится. Сколько участников, сколько там либо публикации, либо какие-то методические материалы родятся после этого, либо фильм какой-нибудь снимется, либо что-то, либо сквер реконструируется, либо построится, что-то отремонтируется, пристроятся какие-то животные в семье. То есть у вас что-то должно быть, то есть у вас всегда по итогу мероприятия есть какой-то результат. И не обязательно, что все эти мероприятия вы потом забьете в итоговые мероприятия проектов. То есть вы всю сумму берете и переносите. Нет. Потому что вам же в итоговых результатах проекта вам нужны самые значимые, потому что у вас могут быть промежуточные какие-то результаты. Но другой вопрос, что сумма всех мероприятий, она не может быть меньше, чем то, что вы заявили в результатах проекта. А так бывает у нас. То есть у нас бывает, что вот охват там будет полторы тысячи участников, а мы смотрим в календарный план, а там 10 мероприятий по 100 участников. То есть уже не бьется. Поэтому такое, как это не парадоксально, бывает. Поэтому вот эти вот результаты каждого мероприятия, они должны совпадать, соотноситься с результатами проекта. Но опять же не стоит все, потому что здесь есть ряд мероприятий, просто где получаются промежуточные результаты, которые обеспечивают достижение конечных результатов проекта, но они лишь, ну там, то, что вы там оборудовали, не знаю, 10 рабочих мест. У вас организационная там часть подготовка. Понятно, что не нужно там писать, что вы оборудовали 10 рабочих мест, или вы там провели какие-то подготовительные этапы. Но все равно это влияет потом на конечные результаты реализации вами проекта. И понятно здесь, когда мы говорим о количественных качественных, то есть вы когда простраиваете эти связи внутри у себя, даже в голове, вы видите, опять же, сколько человек из вашей целевой группы пришло на это мероприятие, и что они унесли с этого мероприятия. Потому что вот когда у нас же тоже часто очень у фонда просят средства, например, на различные конференции. И когда это там, особенно эта конференция, там, 10-е, 15-е, 20-е, всегда возникает вопрос, ну, во-первых, зачем она 15-е, и может быть там каждый раз там дежавю. Один раз собираются одни и те же, обсуждают одни и те же проблемы, так сказать, ничего не меняется, люди расходятся. То есть важно, что у вас целевая группа унесет с этого мероприятия. То есть вообще зачем? Вот зачем она пришла на конференцию, зачем была эта конференция, и что потом в их жизни поменяется? Может быть, ничего не поменяется, может быть, это ровно такая же история, какая и была. И вот тот самый календарный план, который тоже невероятно важен, и бывает, что в проекте там буквально несколько мероприятий, и потом еще авторы проекта удивляются, почему проект не прошел. Но календарный план, это, собственно, вот как эксперт оценивает календарный план? Он как раз видит, понимаете ли вы, что вы делаете. Вот по календарному плану понятно, что вы делаете. Вот в каком последовательности, когда, кто, какими силами. То есть эксперт в этом смысле календарного плана довольно серьезные требования предъявляет. И поэтому здесь из календарного плана эксперт должен понять вообще, вот в чем, ну вообще, что это за мероприятие. То есть поэтому, когда даже вы формулируете название мероприятия, вы должны просто, опять же, посмотреть на это глазами внешнего человека, понятно ли, что вы хотите сделать. Вот что это такое. Потому что вы можете там на своем, даже уже какой-то сленговый использовать язык, и может быть там язык своей среды, своего круга общения, но эксперту будет непонятно, что вы имеете в виду. Поэтому здесь очень важно сформулировать очень четкое описание этого мероприятия. То есть у вас, опять же, они должны быть в фронологическом порядке, то есть чтобы было понятно, что это последовательность реализации проекта. И, конечно, опять же, напоминаю, что у вас все целевые группы, которые вы обозначили, они все должны быть в календарном плане. То есть понятно, что до них должно быть доходиться. Если вы обозначили, например, что у вас проект реализуется в трех регионах, а потом оказывается, что у вас мероприятия только касаются одного региона, это неправильно. Значит, у вас по масштабу реализации проекта будет выставлена очень низкая оценка. То есть если вы заявляете масштаб большой, то у вас должно быть потом весь этот масштаб должен отразиться, естественно, в географии проекта. То есть география проекта и календарный план, они должны совпадать. Команда проекта, частые ошибки, которые есть, связаны с командой проекта, это, ну вот здесь на слайде называется принцип необходимости и достаточности. То есть не больше, не меньше. Потому что бывает, что заявляется сложный проект по какой-то отдельной тематике, сложный, например, медицинский, реабилитационный, а в команде проекта не заявлен, например, профильный специалист. То есть нет просто того самого реабилитолога, нет того самого там врача-онколога, там специалист по пилиативной помощи. То есть мы, эксперты наши не видят, кто это. И, соответственно, если у вас не заявлен профильный специалист, это точно будет очень сильный минус. Поэтому, потому что иногда нам в ответ на семинарах говорили, ну как же, вот мы вот, ну мы сейчас вот грант получим, найдем. Но, видите ли, срок, порой найти хорошего специалиста, там вопрос даже не то, что нескольких месяцев, а еще большего периода, тем более в условиях там загрузки у них. Поэтому получается еще картина, что, например, если результаты мы объявили, вот объявимы 31 мая, а у вас 1 июля проект начинается. Но вот за июнь вы вряд ли найдете. Вы там как раз за это время будете подготовить на этап, проводить, бегать, открывать счет, заключать договор, структурировать, опять же, уже этот договор. Поэтому у вас времени на то, чтобы найти людей, не будет. Поэтому это значит, что вы либо подходите к командой, вы уже ее сформировали, либо не подходите. То же самое, поэтому у вас должно быть ровно столько специалистов, заявленных в команде, сколько, которые позволят этот проект реализовать. Но не больше, потому что иногда у нас тоже бывает, знаете, как бы там, если функционал людей непонятен экспертам, то он может сказать, что команда завышена. Потому что у нас так бывает, что бывает команда, руководитель проекта, потом помощник руководителя проекта, потом зам руководителя проекта, потом секретарь руководителя проекта. Я думаю, сколько же им там надо людей. И поэтому функционал должен быть понятен, функционал каждого члена команды. И он должен быть не… То есть вы же всегда пишете в том числе процент занятости по проекту. Если у вас небольшой проект, а вы пишете юрист на 100% рабочего времени, это может вызвать вопрос, если у вас проект не юридический. Зачем вам на все время… И пишет юрист, нужно, чтобы оформлять документы. Но у вас количество действий по проекту не такое, чтобы держать на все время юриста. То же самое, например, если у вас не юридический, не связан с юридическим консультированием проект. То есть здесь очень важно, чтобы все члены команды были разумно подобраны, и у них была понятная занятость в проекте. Ну и, соответственно, эксперты, помимо того, что они оценивают достаточность персонала в проекте заявленного, они, конечно, оценивают опыт и компетенции команды. То есть здесь уже, особенно если берется тематика реабилитации, то, что связано с помощью инвалидам, тяжело больным людям, то здесь, конечно, будут требования к опыту у команды этой работы. Что? Юридическое лицо не может входить в состав команды, потому что команда… То есть он у вас… Команда проекта заявляется… У нас есть специальный раздел «Команда проекта», и там заявляются физические лица. У вас может быть партнер юридическое лицо. То есть оно может быть… То есть, например, вы можете часть мероприятий… Ну, какое это мероприятие, например, вы можете своему партнеру поручить, в том числе даже привлечь его на возмездной основе. Но здесь всегда сразу две вещи срабатывают. Первое. Я вот напоминаю, что фонд… Ну, как бы грант – это не средство заработка. И у нас бывают иногда попытки… Когда бывает, мы видим, что в проекте грантополучатель пытается перепоручить партнеру мероприятие задорого. Вот это фонду не понравится, поэтому если у вас есть партнер, то вы можете привлекать партнера для выполнения какого-то мероприятия. То есть можете с ним заключить договор оказания услуг. И он даже… Вы даже можете его заявить в проекте. И тогда у вас в проекте будет описано… Ну, прям вы пишете, что у нас партнер такая организация, мы собираемся… Вы прям это все в обосновании, в комментарии к строчке бюджета все это должны расписать. Здесь же, кстати, если у вас есть аффилированность какая-то, то есть это не страшно, но, например, у вас арендуете помещение у близкого родственника. Но вот если есть аффилированность, мы эту аффилированность, как правило, выявляем. Потому что фонд использует для мониторинга проектов среду Сбербанка. Сбербанк сейчас очень сильно продвинулся в части мониторинга, поскольку почти все в Сбербанке, и он видит сквозные связи. То есть у нас подключен корус, система, которая видит уже… И у нас, когда мы проводим транзакцию, ну вот мы, когда фонд проводит платежи, у нас очень многоуровневая система контроля. То есть она позволяет черпать совершенно разную информацию. Ну, то есть, например, я вам классические истории привожу, например, могу привести. У нас, ну, представляете, начинается реализация проекта, начинается… Как только ваш бухгалтер забивает или вы забиваете в платежку уже в системе Сбербанка, вот вы только забили ННН этого получателя, у нас уже пошла проверка на аффилированность к этому лицу. И у нас в системе фонда, у наших финансовых аналитиков, сразу выскакивает, что, например, вот это ИП с этим видом деятельности было зарегистрировано неделю назад. У нас так бывает, что его собираются привлечь к выполнению… То есть такие истории у нас были. Бывает, что у нас, например, пытались, опять же, транспортные услуги, там жена у мужа или сын у отца заказывал. Не факт, что это может быть плохо. Может быть, наоборот, отец решил сыну по-товарищески, наоборот, скидку сделать какую-то. Тогда вы это можете объяснить. Но если… Просто если это мы сами найдем, это плохо. Если вы это в проекте опишите, что вот у нас… Что у меня там… У отца фирма, там транспортная компания, вот обычно в нашем регионе стоимость там стоит транспортировки столько-то, а нам там скидку 50% сделают. Поэтому это вообще собственный вклад. Поэтому мы вот будем вот здесь брать. Это одна история. Но если мы это сами найдем, эту аффилированность, то это будет там не очень хорошо. И как бы уже там финансовые аналитики наши пометят это на особый контроль такой проект. Поэтому все-таки вот когда вы даже юридическое лицо привлекаете, помните вот этот момент. Потому что у нас были прецеденты, когда какие-то такие вот элементы странности присутствуют. Там ИПшник предоставляет услуги по предоставлению помещений. То есть вообще у нас обычно… То есть при желании в регионе получатель претендентского гранта точно может найти бесплатное помещение. Ну для проведения мероприятия. Почти всегда. Ну потому что, во-первых, региональные власти очень хорошо ориентированы на поддержку наших получателей. То есть мы им постоянно объясняем на всех площадках. Я думаю, что если… Наверное, многие из вас видели выступление президента 27 декабря на Государственном Совете. Но президент уж четко сказал. Там уж никто не может сказать, что он этого не слышал. Потому что там были премьер-министр, руководство администрации президента, глава Палат Федерального Собрания, все губернаторы, все 85 глав регионов, все были. Президент всем четко, ясно объяснил. Но сложно сказать, что мы не знали. Поэтому когда возникает ситуация, что вот какой-то ИП подбирает помещение, да еще задорого его отдает некоммерческая организация под проведение мероприятий, это всегда вызывает такие вопросы. Поэтому здесь все должно быть, ну все должно быть очень разумно. То есть в проекте. Поэтому, то есть не значит, что… И если у вас есть вещи, которые по вашему мнению, ну они могут быть вот партнеры у вас, там вы хотите именно с ним. Это значит, что так нельзя. Но вы все это должны пояснить в комментариях к проекту. Потому что если будет все в комментарии, то тогда будет даже грантовую аналитику все просто. Ага, они собирались так делать. И более того, они заранее это все рассказали. Все нормально, никаких вопросов нет. То есть мы в этом смысле достаточно гибки, но при условии, что это все выглядит нормально, понятно и прозрачно. То есть если это не какая-то… А если выясняются какие-то такие детали нехорошие, то тогда это уже будет намного хуже. Что касается организации. Ну здесь вот это некая идеальная модель, то есть то, чего мы… То есть как это называется, как получить максимальный балл за опыт организации. То есть нужно в разделе об организации рассказать о всех полученных ей грантах и субсидиях за последние пять лет. То есть она существует меньше, соответственно, за столько, за сколько существует. Мы и эксперты, и мы ищем информацию об организации через публикации в СМИ. У фонда сейчас есть специальный агрегатор, который позволяет нам видеть по названию организации количество упоминаний средств массовой информации. Мы видим, сколько было публикаций, то есть если это тоже влияет на опыт. То же самое, есть ли у организации сайт. Сайта может не быть, но тогда есть хотя бы группа в соцсетях. И, конечно, там вопрос информационной открытости, например, для того, чтобы максимальный балл получить за организацию, нужно быть в открытом доступе, должны быть отчеты о деятельности организации. То есть чтобы можно было… Общество знало, что это за организация. Но сейчас, мне кажется, ни для кого это не составляет труда, там иметь хотя бы группу в социальных сетях. И здесь, опять же, я об этом часто говорю и призываю, не плодить себе фейковых подписчиков, потому что это настолько, опять же, легко вычисляемая история с фейковыми подписчиками. То есть мы… Потому что в прошлом году у нас были прецеденты, когда там у организации… Причем, что мы можем вычислять фейковых подписчиков в партнерстве там с соответствующими сетями. То есть мы уже… У нас есть уже инструментарии, как их вычислять. Но есть еще более простой способ, который наши эксперты… У наших экспертов нет доступа к нашему интерфейсу, который мы-то видим. У нас, возможно, чуть больше, чем эксперты. Мы пока просто не смогли все протрансферить им. Но даже эксперты вычисляют. У кого-то там в организации 10 тысяч заявленных подписчиков, а просмотров новостей там 10-15. Такого не бывает в природе. Просто такой низкого уровня конверсии не бывает никогда. То есть это значит, что подписчики фейковые. То есть поэтому… Ну вот, в общем, на самом деле никогда не нужно там… Особенно слушать тех, кто вам говорит, давайте вы там больше показателей сделаете. Или вот если у вас подписчиков будет мало, значит это плохо. Вот правда она лучше всего. То есть на самом деле это в том числе для наших экспертов. Ну про бюджет проекта мы уже забегая вперед несколько сказали. Но вот самое главное, что бюджет должен обеспечить выполнение всех мероприятий календарного плана. Не больше, не меньше. То есть если у вас в каких-то в бюджете появилось то, чего нет в календарном плане, это огромный минус бюджету. Если у вас в бюджете не появилось того, что есть в календарном плане, это тоже минус бюджету. Потому что если вы проводите… То есть у вас должно хватить ресурсов, и вы заявляете туда и собственные ресурсы. Ваши собственные… Мы не требуем, чтобы вы собственные ресурсы прогоняли через счет, чтобы вы там какие-то документы на них представляли. Нам важно, чтобы мероприятие прошло. То есть если вы, например, говорите, вот мы проводим выездной лагерь. И здесь нужно… Если вы от нас, например, на этот выездной лагерь почти ничего не просите, или просите только часть, например, только проживание, то у вас все равно должна… Даже если вам партнер ваш какой-нибудь там предприниматель привозит еду и кормит, она все равно должна у вас в бюджете появиться. Потому что эксперт скажет так, вроде как едут они в лагерь, а где у них питание? То есть даже за свой счет, но вы все равно… То есть в этом смысле должно быть сбалансированный бюджет. То есть из него эксперт должен увидеть, что у вас все мероприятия деньгами обеспечены. То есть тогда все в порядке. И у вас, соответственно, есть и собственные средства заявленные, и есть запрашиваемая нами сумма гранта. Ну и правила, они вот… Ну вот я уже приводил документ, методические рекомендации по подготовке бюджета. На самом деле, если вы эти документы прочитаете, то у вас все с бюджетом будет хорошо. Просто заложите себе на… Не закладывайте оставшиеся несколько часов до окончания приема заявок на подготовку бюджета. Потому что это точно плохо, а если вы время заложите на подготовку бюджета, выверение его, то у вас тоже все будет в порядке с будущими оценками за эффективность и реалистичность расходов. Потому что самое главное, что все расходы, они реалистичные, понятные. Вы, опять же, все соответствуют календарному плану, и вы даете корректные комментарии по каждому из пунктов. То есть важно, чтобы были комментарии. То есть там есть раздел заполнения комментариев, вы все описываете, зачем. Особенно если у вас есть какие-то укропленные позиции, проведение мероприятия. Если вы написали так проведение мероприятия, проведение семинара, и говорите, у нас 200 тысяч рублей, допустим, то если у вас не будет комментариев, то это будет огромный минус. А если будет в комментарии, вы напишите, что здесь у нас раздачные материалы столько-то, проживание, питание столько-то, оплата проезда тренеру еще столько-то, еще вознаграждение тренеру 20 тысяч рублей. То есть вам нужно, чтобы в комментариях была детализация расходов, на что вы собираетесь средства потратить. А так это может быть действительно укрупненная позиция. И, конечно, еще один момент, если вы уже, например, наш грантополучатель, или у вас раньше, опять же, вы уже заявляли, у вас организация давно работающая с ресурсами, то нужно понять, если вы докупаете новые ресурсы, вы должны объяснить, почему. То есть, например, у нас бывает так, что организация, которая проводит палаточные лагеря, говорит, вот она у нас прошлым грантом просила палатки 20 штук, сейчас опять просит палатки 20 штук, но если не будет комментариев, то будет очень плохо. То есть нужно объяснить, а первое, куда делись палатки, которые в прошлый раз купали. Может быть, не знаю, может, они действительно там нельзя их больше нескольких сезонов пользоваться, а может, можно. Но это вопрос у эксперта будет. Дело в том, что эксперт видит все ваши заявки к нам. То есть он видит не только текущую заявку, он и видит все предыдущие. Часто эксперты, они сравнивают проект. И у нас иногда бывает, что проект почти копируют по смете. То есть там в прошлый раз спросили три компьютера, сейчас опять просят три компьютера. Но это почти обычно без шансов, то есть такой проект не пройдет. Но вопрос заключается в том, что на что люди рассчитывают. То есть эксперт увидит, но не факт, что, может быть, вам не нужны опять три компьютера. Может быть, вы расширили деятельность, у вас стало больше сотрудников. Но если это… Вот все это должно в комментарии быть. То есть вы должны использовать, сказать, что вот у нас уже есть… А, еще одна ошибка типичная. К ней надо очень осторожно относиться, потому что это вот вызовет точно раздражение у экспертов. Мы же с вами вам рассказываем, что нужно собственные ресурсы обязательно заявлять там в проекте и собственный вклад, что у вас есть вклад, вы его вложили. Это очень хорошо, но есть момент, который экспертов раздражает. В принципе, он методологический. И скорее, вот я сам не до конца внутри себя согласен, что именно так надо это реагировать. Но поскольку мы ориентируемся, первую очередь, на позицию наших экспертов, но эксперты нам нас убедили в том, что надо по-другому. То есть если вы в качестве софинансирования, в качестве активно используемого оборудования заклаживаете то, что вы раньше купили за наши же деньги, вы это можете закладывать, но пишите практически нулевую стоимость тогда вот этого собственного вклада. Потому что просто у нас был пример проекта, который очень низко был оценен. Мы потом разбирались в рамках обратной связи, почему такая низкая оценка была вот по софинансированию, потому что там вроде бы высокая. А там получилась такая история, что организация у нас пришла за вторым грантом, и она все оборудование, которое на наши деньги предыдущие купила, включила как собственный вклад по той же стоимости. То есть грубо говоря, у нее был грант полтора миллиона, она пришла сейчас за пять, за полтора миллиона, и говорит, а мы в этот раз полтора миллиона вкладываем. Значит, что там в полтора миллиона? Это вот все то оборудование, которое на наши деньги куплено в предыдущий раз. Все-таки это, наверное, как собственный вклад не катит. Вот, то есть это, поэтому это можно включить, но тогда пишите, и прямо здесь нужно поставить там ноль как вклад, и написать, что ноль, потому что это уже деньги приобретено на средства грантов фонда президентских грантов, иначе будет действительно странно, что вы как бы за наши деньги купленное оборудование, нам же как софинансирование заявляете. Поэтому вот если же другое, другие источники, то можно. Ну и, соответственно, еще раз проанонсирую, вы все, наверное, знаете наш сайт президентские гранты.рф, на нем в разделе конкурсная документация, в разделе конкурса есть вся информация о текущем конкурсе. Там же есть адрес office.pgrants.ru, если вы напишите на него, то мы, соответственно, вам ответим, если у вас есть какие-то вопросы по проведению конкурса. и есть наши социальные сети ВКонтакте, в Фейсбуке, где мы подробно рассказываем о тех проектах, которые реализуются. Поэтому, наверное, многие из вас уже подписаны на наши социальные сети, вы видите, что там идет подробный рассказ о проектах, все наши новости, потому что самый активный сейчас механизм общения со всей нашей аудиторией, со всеми потенциальными грантополучателями, текущими грантополучателями, это все-таки социальные сети, поэтому мы там все, мы на сайте стараемся только самое главное публиковать, а всю нашу такую жизненную активность, все, что связано с жизнью фонда, мы обо всем этом рассказываем именно в социальных сетях.